Статьей 129 Трудового кодекса у нас предусматривается право каждого получать вознаграждение за исполненную им работу. Соответственно, принципом трудового права является своевременность и полнота данного вознаграждения. Невыплата заработной платы, она возможна вообще по различным причинам, как с прямым умыслом работодателя из какой-то его личной заинтересованности, в свете того, что он хочет пустить эти денежные средства на какие-то другие нужды предприятия, так и по причинам, которые от работодателя не зависят. В свете чего ответственность работодателя, она предусмотрена материальная, предусмотрена административная и предусмотрена уголовная. В данном случае это самая строгая форма ответственности. Для того, чтобы привлечь работодателя к уголовной ответственности за невыплату заработной платы, необходимо, чтобы заработная плата не выплачивалась частично в срок свыше трех месяцев, Причем невыплата должна составлять более половины от того, что положено работнику. Либо, если невыплата полная заработной платы, превышает 2 месяца. Либо работодатель свыше 2 месяцев платит заработную плату, которая ниже установленного минимума для российского государства. В этом случае работник имеет право обратиться с заявлением как в прокуратуру, так и в следственный комитет. Поскольку прерогатива проведения процессуальных проверок по данной статье, это прерогатива следственных органов именно комитетских Российской Федерации, следственного комитета. Помимо этого можно обратиться в прокуратуру, прокуратура перенаправит, соответственно, в следственные органы для проведения проверок. Если мы устанавливаем, что у нас все условия, все признаки состава есть, может быть возбуждено уголовное дело. Хотелось бы только единственное обратить внимание работников, которые достаточно часто поступают такие заявления, что невыплата заработной платы образует состав именно преступления только в том случае, если работодатель не выплачивает ее из личной и иной корыстной заинтересованности. Поскольку если заработная плата не выплачивается по обстоятельствам, которые от работодателя не зависят, это будет уже другой вид ответственности. Мы в обязательном порядке эти проверки проводим, но возбуждено дело будет либо невозбуждено, зависит от ряда факторов. Помимо этого, хотелось бы сказать, что нельзя забывать, что данное преступление также может быть совершено в соучастии. В частности, соучастником данного преступления может быть финансовый директор, главный бухгалтер, которые, зная, что у них присутствует задолженность по заработной плате, тем не менее выводят денежные средства на какие-то другие нужды предприятия. Что категорически в этом случае запрещено, поскольку погашение задолженности по заработной плате – это приоритетная задача любого предприятия, если уж она у них сформировалась. Поэтому в настоящий момент уголовных дел в Следственном комитете подобных нет, потому что проверки проводятся. Соответственно, пока таких фактов не установлено, но эта деятельность прокуратуры по поводу задолжников предприятия ведется на постоянной основе, и в случае выявления будут возбуждены уголовные дела. Продолжение следует...